привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня хочу рассказать вам о самой лучшей операционной системе для десктопного использования для вас вы конечно же можете спросить меня что опять будешь хвалить ubuntu mint или fedora или еще какой-нибудь линкс дистрибутив мне друзья сегодня я действительно хочу во всем разобраться и решить собственно какая операционная система заслуживает звание лучшей сегодня существует три лагеря три основных направления в области десктопных операционных систем это apple seo sx с текущим релизом el капитан microsoft seo windows 10 и linux со своим многообразием различных дистрибутивов у каждой операционной системы и есть свои преимущества и недостатки есть поклонники и недоброжелатели но об этом всем давайте по порядку apple sx el капитан это замечательная операционная система с безупречным дизайном и божественной оптимизацией хороший выбор для людей которые ценят плавность и стабильность в работе а также занимаются каким-то видом творчества графикой видео звуком или еще чем-то таким в этом роде в этой процентной системе упор сделан на удобство использования и безопасность для пользователя философия apple чувствуется здесь во всем нотки перфекционизма везде но иногда за все это приходится очень много платить сама операционная система бесплатно но она поставляется вместе с компьютерами apple которая стоит очень дорого и зачастую софт тоже приходится покупать ну давайте дальше microsoft и ее windows 10 что же сказать о многострадальном windows несколько лет концепция данной операционной системы то и дело менялась они-то убирали меню пуск то играли с сенсорными плитками пытались изобретать велосипед но не всегда шло все гладко но с приходом windows 10 все изменилось у компании получилось создать действительно годный продукт и выбрать четкий вектор дальнейшего развития разработчики хорошо проработали новую концепцию операционной системы правда многое позаимствовали и у других windows это универсальная операционная система это выбор в первую очередь геймеров ведь windows это очень огромная платформа для гейминдустрии это также выбор для работы и творчества программирования и для многого другого но данная операционная система не славится оптимизацией и каким-то выверенным дизайном стабильностью ну с этим конечно термином тоже иногда возникают вопросы это операционная система для тех людей которые просто не хотят что-то выбирать а просто готовы заплатить кругленькую сумму и ни о чем не задумываться до windows июля станет платной так что и кто не обновился до десятки спешите итак давайте же поговорим линукс и о его дистрибутивах тут такое поле для выбора что в общем-то кругом идет голова но это не минус это большой плюс ведь каждый может выбрать что-то для себя для своего железа и под свои цели линус дистрибутив это универсальное решение для любых задач и совершенно бесплатные весь софт и все решения не требуют от вас каких-то вложений в общем то это и одно из самых больших преимуществ данной платформы то что не требуется вложения многие боятся переходить на линукс и это большое заблуждение просто у данного проекта нет ну вернее не у проекта а у данного многообразия проектов нету каких-то мощных рекламных кампаний поэтому так мало людей знают о линус чтобы это исправить вы конечно же можете посмотреть обзоры на моем канале вначале у вас могут быть трудности и данная операционная система заставляет человека думать но если вы адаптируетесь вы никогда не придадите свой выбор линукс это выбор энтузиаста выбор человека который любит пользоваться постоянно чем-то новым чем-то не таким как у всех это замечательное решение для разработки для творчества для администрирования и порой даже для игр основным минусом линукс можно выделить нет недостаточную оптимизацию некоторых дистрибутивов ну это все из-за плохого финансирования но это не делает вот эти вот все решения линукс дистрибутивы менее привлекательным и так какая же операционная система является лучшей ответ конечно же кроется в каждом из нас все исходит друзья с ваших предпочтений ведь сколько людей столько и мнений идеальная операционная система это та которую вы задумались и выбрали для себя сами мой идеал это с xl капитан в данном случае из-за ее концепции и оптимизации но сейчас из-за того что у меня нету кучи бабла и собственно я люблю многообразие выбора что-то пробовать новое что-то экспериментировать то сейчас мой выбор это linux linux дистрибутивы сегодня использую ubuntu 1604 lts gnome в общем опять же таки из-за того что я энтузиаст душе и безнадежный романтик и я верю в то что когда-то linux займет пятистал с x и будет таким же желанным ведь это действительно достойное решение просто в общем то недостаточное финансирование и достаток рекламы губят все эти разработки в общем друзья спасибо за внимание лайка им комментируем пишите какая операционная система является для вас идеалом обязательно вступайте в нашу группу вконтакте twitter telegram к вашим услугам подписывайтесь если не подписались с вами был айти навигатор спасибо за внимание и до новых встреч пока пока